Отец и сын теперь навсегда рядом. Николай и Владимир Мишины – легенды ульяновского футбола. Старший ковал славу регионального спорта в 60-х и 70-х годах прошлого века. Второй – в самом конце столетия. В лихие 90-е. Я помню Володя мальчишка еще. Не поседу был. Везде все время на стадионе пропадал с папой. Вырос он в настоящего. Тоже играл в команде мастеров. «Динамо», «Мотор», «Старт», «Волга», «Авангард», а также «Демитроградская лада». Судьба Мишина-младшего связана исключительно с командами Ульяновской области. За несколько лет профессиональной карьеры он наколотил ворота соперников 75 мячей. Это один из лучших показателей в истории регионального футбола. Я с ним очень легко работал. Я рад, что в самом начале моего тренерской карьеры я встретил его. И он мне, как уже хороший нападающий, очень сильно помог в самом начале моей карьеры. Именно высоченную скорость Владимир Мишин позаимствовал у своего отца Николая Петровича. Даже самые цепкие защитники зачастую на его фоне выглядели тихоходами. Незгладимый след в истории «Волги» форвард оставил в виде 19 мячей. На это ему потребовалось два сезона. Вспоминается всегда матч в Тольятти. Выиграли там 3-0. Три «Вовка» забил. Просто он от них уходил, убегал, прокидывал, убегал. Три мяча забил. До конца своих дней Владимир Мишин оставался верен ульяновскому спорту. Работал администратором хоккейной «Волги». Его не стало 21 января 2020-го. Его похоронили на северном кладбище Ульяновска рядом с Мишином-старшим. И теперь они навсегда рядом. Как когда-то на стадионе труд, куда маленький Володя Мишин приходил, чтобы сначала учиться футбольному мастерству у своего легендарного отца, а потом и самому стать легендой. Михаил Сашанский. Новости Управа ТВ. Новости Управа ТВ. Новости Управа ТВ. Новости Управа ТВ. Новости Управа ТВ.